Наш мир полон проблем. И откуда только они берутся? И что мы называем словом проблема? Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит жилищная проблема? Как ее можно отобразить? Чем обозначить? Как показать? Вот и я не задумывался. А люди вышли на манифестацию. Им нужно нести какие-то лозунги и транспаранты. Им нужно как-то обозначить смысл и, главное, цель своего протеста. Вот есть вопрос. Кому он адресован? Кто должен ответить манифестантам? Вот, оказывается, в Португалии возникла жилищная проблема. 28 сентября 2024 года на улицах Лиссабона и других крупных городов страны состоялись многотысячные манифестации, призывающие внимание правительства к решению обострившейся жилищной проблемы. Люди, вышедшие на манифестации, призывали правительство снизить цену на аренду недвижимости, которые выросли за последние годы на 157%. Примечательно то, что протестующие знали не только о самой проблеме, но даже и о ее причинах. Это нехватка в Португалии социального и другого доступного жилья, усугубляющаяся приездом богатых иностранцев, которым обещаны налоговые льготы. Допустим. Но посмотрите вокруг. Португалия полна развалившегося и разваливающегося жилья. Затем на разваливаниях часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас в 14 веке. В этой стране, как и во всей Европе, стоят пустыми не только села и целые улицы в городах. Да что там улицы? Есть практически пустые города, но цены на жилье заоблачные. Меньше 100 тысяч евро могут стоить старые стены с проваленной крышей. Квартиры и дома, где после ремонта можно как-то жить, стоят от 250 тысяч евро и выше. И это не в Лиссабоне или Порту, это в обычном заштатном городишке. Здесь жилье продается, вернее не продается, годами и десятилетиями. Потом у этой недвижимости проваливается крыша, но выцвевшая от времени объявление о продаже продолжает висеть. Разве это происходит по вине туристов? Разве в этой стране есть нехватка социального жилья, на строительство которого нужно срочно потратить 1 миллиард евро? Разве 10 тысяч вновь построенных койко-мест решит проблему развалин на улицах Португалии? Манифестантам на улицах страны нужно снижение цен на жилье сегодня, или лучше всего еще вчера. Проблема цены на покупку или аренду жилой недвижимости перезрела, ее необходимо срочно решать, но нужно решать и проблему старых трущоб вместо того, чтобы строить новые. Не следует забывать, что типа ученые из Международного экономического форума нам угрожают пока неизвестными, но страшными эпидемиями, возникающими от вирусов, передающихся от животных к человеку. А развалины это мыши, крысы и прочее, о чем мы пока даже не догадываемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова